Андрей Дорогич, вы делаете время, что вы говорите одно и то же, молотим, молотим пустоту. Так вот я хочу сказать, правильный вопрос ставит. Инициативная группа, которую вы написали здесь, на фонде работники администрации, чью самих вы прикрываете, этим составом? Безусловно, конечно, должны быть люди, имеющие противное вашему мнение. Там под одним человеком есть, никого нет. Конечно, никаких там старших по подъезду записывайте, по-другому глупости. Вот они, бойцы, кто пришел туда. Никто из ваших старших по домам не пришел, кстати говоря. Люди, действительно болеющие за дело. Их два-три человека вот на этот зал записали, и все. И они уже покой никому не дадут. По подъездам. Так вот, Мария Сергеевна, я прощаюсь к вам, милая. Вы очень красивые дамы. И я надеюсь, настолько же вы умны. Значит, вы сами видите то, что говорит Андрей Давидович. Он говорит, что пригод скоро заполнится, и мы дружно повезем его куда? Правильно, в Воскресенске. А сегодня Воскресенску завозят? Шатуру. И то есть получается, что мы делим шкуру, правильно, неубитого медведя. В Воскресенске ничего нету. Ни завода, ни площадки. Но мы будем возить туда. Это глупость. И я хочу сказать вам следующее. Марк Сергеевна, пожалуйста, ясно, вы до губернатора не дойдете, но министрам напишите. Надо сейчас, правильно Борисович сказал, думать о том, где сделать следующий полигон в Шатуре. Одну минуту и что? Да вы поверьте мне, я уже знаете, сколько на этом свете живу. Вы можете махать вам головой сколько угодно, но я знаю, что через два года, а Шатурского полигона больше не хватит, там уже некуда валить мусор. Значит, если только до 50 метров высоту разрешите, может быть, вы зайдите на сайт ВКонтакте, так на группу Шатура, Шатура свалки нет. Там видеоматериал есть, ребята летают, все осматривают. Посмотрите, сколько там осталось места. Два года. Андрей Давыдович нам всем тут рассказывает, что 100 тысяч тонн заданий, все, вот он его больше не позволит мусор звать. Это ерунда, это вранье, Андрей Давыдович. Я знаю, что это официально задание, которое установил Минокология в Шатуре. С позволения, Андрей Давыдович, конечно, 300 тысяч тонн на этот год. Да-да, и уже завезли эти 300 тысяч, и будем скоро миллион до конца года. Но поверьте мне в Шатуре. Ракуши обеспечены всем, не горюйте, хватит нам всех. Так вот, я вас прошу, передайте. Просьба не только моя, а вот всей общественной Шатуре. Надо обязательно делать полигон новый. В соответствии с санитарными требованиями. Значит, второе. Мы с вами делим сегодня вообще, что говорится отсюда. Нет. Нет. Что делать? Выход только один. Надо на снарочку назначить свою экспертизу, независимую. И потом с результатами этой экспертизы идти в суд. Ничего мы больше не сделаем, потому что здесь же люди сидят, все одного ряда, и все получают деньги за наук жилька. А мы по другую сторону. Поэтому, приходите на митинг 26 мая. Значит, готовьте с собой деньги. До этого времени мы определим организацию, которую мы найдем для экспертизы. И будем платить деньги, будем собирать. Если не найдем, кстати, коммерсантов, которые согласятся заплатить за нее. Но, поверьте мне, я вам рисую ситуацию, которая будет через два года. Через год полигон наш будет забит по краю. Да, будут какие-то усилия, санации и прочие, репультивации. Но, эти пять гектаров прописаны у них же в документации дополнительной площади, для того, чтобы ее тоже заваливать мусором. Ну, подумайте сами. Вот они говорят, мусором будет сортировка. Они что, из старой, десятилетней давности грязь, мусорозительную мусортировать, что ли? Вы верите, ну, конечно, нет. Им нужен будет новый мусор, свежий мусор. Где они его будут валить? Конечно, этих пяти гектаров. Этих пяти гектаров хватит, как минимум, на пять лет. Вот при той интенсивности завоза, который есть. Ну, может, на два даже года. Правильно. И не надо нам рассказывать сказки во все время. Не улыбайтесь так. Вы сегодня являетесь участником грандиозной аферы. И вашу фамилию мы запомнены долго. Да, это первое. Теперь следующее. Значит, мы имеем сегодня полигон. Документация на него какая-нибудь есть? Никакой. Экологический экспертиз, чтобы когда-нибудь от полигона проходил? Государственный экологический экспертиз? Никогда. Никогда. У нас есть право обратиться в суд для того, чтобы закрыть по решению суда этот полигон. Ну, давайте думать. Юристы. Есть здесь юристы? Вот юристов надо собирать и думать, как это делать будем. Ну, будем делать. Теперь следующее. Вообще, в Шатуре, при организации таких полигонов, два момента внутри, которые берутся во главу угла. Первое. Водный кодекс. Статья 57. Значит, все другие законодательные акты, касающиеся охраны окружающей среды, все говорят за то, что в болото мусор сбрасывать нельзя. Это солидаристы, конечно, вы не против? Или кто же против? А, ну вот видите, вам сказать нечего. Даже вам сказать нечего. Да, в Шатуре в десятки лет, это гадость в болото сливается. Более того, вот эти ребят симпатичные, которые, так сказать, знают все на свете, говорят, вот это вот подаем для спроса остатков между старой очереди, вот желтая полоса, и пятью гектарами. Это кополь, это болото, это кополь, которую выкопал вот эта организация, которая сегодня эксплуатирует, так сказать, полигон. И сейчас они не знают, что с ней делать. Но, вы обратите внимание, выбросы со свалки сумасшедших с гадостью, я не буду перечислять, чего больше, чего меньше. Торф под телом полигона, вот на котором сегодня полигон размещен, сколько метров? Ну, 12 метров, а до 8 метров есть везде. То есть, вы представьте себе, горит свалкой плюс торф. Вы знаете, это скрипалям делать нечего, для этих отравок, которые травили. Это настоящее боевое отравляющее вещество. Что-нибудь об этом вот эти молодые люди говорили, ничего, они ничего не знают об этом. Значит, те рисунки, которые, фотографии, которые прилагаются к вашему проекту, они сделаны зимой, когда вообще ничего не видят. Так вот, болото сбрасывать в мусор нельзя, он в шатуре сбрасывается. Мы имеем право протестовать против этого? Да, и будем. Дальше. Роза метров. Тут он все пытается про Розу метров чуть-чуть сказать, партия, но непонятно вообще, ваша ролика, для чего он сюда приехал. Но, вот так вот хитро, ну подумаешь, Роза, она и есть Роза, да, да. Юго-западная метра и южная. Мы были горы Шатура, славные горы Шатура. Все эту гадость вынуждены принимать на себя. К сожалению, ни мино-экологии, ни, так сказать, вот это, ребята, значит, с Сибири ничего не знают и знать не желают. А все законодательные акты, касающиеся защиты окружающей среды, фальси гендер. Это смех, знаете, сквозь нарезан. Я не знаю. У вас скоро субстатикой не будет, кстати говоря. Да. Значит, вы за собой смеетесь, прямо говорю. Значит, еще раз говорю. Еще раз говорю. Значит, все законодательные акты, касающиеся охраны окружающей среды, в том числе и ООС, который сегодня обсуждается, это свидетельства говорят о том, что с подветренной стороны от свалки в сторону города размещать свалки нельзя категорически. И правильно здесь женщина говорила, чего вы нам рассказывали, что газ вы будете сжигать тут же, некуда везти. Ведите через Канаву на ту сторону, значит, в сторону этого самого Асанова, куда угодно. Но оставьте его в шатуру в покое. И последний вопрос. Малься нет. Так вот, сегодня Андрей Галич принимает мусор. Он сказал отбыльность. Зачем это делать? Там, если бы, Андрей Галич, вы, которого любил себя Шатуру до сих пор, принимали мусор, только Шатурский, как бы это было до 2008 года, здесь бы никто не собирался. Так или нет? А вы, вы смеетесь, вы на идиоты похожи. Вот вы. Тяжеление будет тяжело? Вы производите мечтание идиоты, который попал, все скучает. Вы смеетесь без темы. Вы сидите, сидите. Как вас зовут? Сидите, потом скажу. Чего вы смеетесь? Как вас зовут? Над чем вы смеетесь? Валерий Георгиевич. Да. Значит, я заканчиваю. Валерий Георгиевич, я вас не оскорблял, меня, пожалуйста, тоже не надо оскорбляться. Сидитесь без причины. Серьезно будьте. Да, да. Не вступайте. Правильно. Значит, итак. Да, значит, протокол висит. Шатуряне. Шатуряне вообще хотят умирать от ракушки, дальше от рака. Нет. То за то, чтобы детям нашим дать возможность жить и внукам. И немедленно закрыть эту свалку. Нет. И принимать мусор только шатурский. Другой мусор нам не нужен. Если вы хотите, передайте руководству области. Мы не против того, чтобы свалка была. Конечно, она должна быть. Ведь мы все живем на этой земле. Но вы уведите ее на расстояние достаточно, достойной шатуряне. За 10 километров. За 15. И, пожалуйста, никто слова не скажет. А сейчас вы подумайте вот в верхней границе рецемелья, с которой вот ваша, это ведь, вот она стоит, вот так сказать, улыбается. Да-да-да-да-да-да. Ну, глупый, что скажешь. Ну, глупый, что скажешь. А у нас свалка сколько километров? В городе. Что нас ждет? Вот и думайте. Спасибо большое вам, Андрей Дарвинович. За бухгалтери.